У нас соединение наций происходит на футбольных матчах, на международных. Там как раз есть и дети наций, на хоккейных, и страна радуется, страна в эйфории, когда наши побеждают, это здорово, конечно. Хотелось бы, чтобы в Бразилии результаты были великие, и чтобы российская команда, если не выиграла, хоть заняла первые тройки. Какие-то всплески есть, где-то супер сыграет, где-то наоборот полный провал. То есть какой-то стабильности нет, мне кажется, в нашем футболе. Играет команда, как играет. Единственное, что бы хотелось увидеть на этом чемпионате, это огонь в глазах, какой-то стержень, как было, допустим, сейчас на чемпионате мира по хоккей. Игроков, сильных игроков и подрастающего поколения футболистов, желающих играть в футбол, очень много. Мне бы очень хотелось, чтобы тренерский состав обращал все-таки внимание на командную игру, на командную стратегию. И тогда, я думаю, что в российском футболе, не только в российском футболе, хоккее и других командных видов спорта, все будет в порядке. Российский футбол стал точно таким, каким он есть в мире. И в этом плане мы не сделали никакого открытия, мы просто воспользовались готовой матрицей. То есть приглашение легионеров, приглашение тренеров, наконец, разработка схем по каким-то евростандартам, если можно так сказать, или бразильским стандартам. И в этом плане российский футбол не является уже национальным явлением. Команды в основном все интернациональные, и вот такого, у меня бешеного такого болельческого азарта нет. Я просто люблю смотреть красивый футбол.